В преддверии Нового года, Новый год, 2024. Так вот я недавно смотался на СВО, ну если мы будем говорить примерное событие, это было число 15-16, ну чуть-чуть раньше, без разницы. Что же я там увидел? По дороге, естественно, я обратил внимание, что в Уфе все вообще хорошо, вот так вот, в Самаре все вообще хорошо, вот так вот, а в Луганске все вообще просто красиво, хотя по сути событий, ну там очень хорошо строятся дороги, мы туда приехали, такие дороги, которых там вообще не было, а в Донецке, вау, то же самое, везде реклама, все красиво, даже мы заехали в Мариуполь, вау, там не только дороги новые построены, все от и до практически, там и дома новые ставятся, причем в таком количестве, в таком размере, что я не понимаю, о чем идет речь, но раньше этого не существовало там вообще в природе своей, ну ладно, то есть все живет, все работает, а теперь мне должны посмотреть те, кто в свое время купил машины иномарки, да, машины иномарки, которые вам предлагали товарищи, которые исключительным образом брали машины в Америке, так вот, я как человек исключительным образом смеюсь я уже над собой, потому что если не смеяться над собой, ничего не получается, также я машину свою первую иномарку купил в 1998 году, уже не совсем давно мы вместе с Пашей Базаром ее перекрасили, оказалось, что она была вся собрана, то ее собрали из Капарта, есть там такая структурка, где машина в лохмуте, и вы их потихонечку собираете, хорошая была машина, отвентецкая, ну так вот, сегодня, сейчас мы говорим об отличных машинах, и не обязательно, что эти машины должны быть новые, а, 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 сейчас будет еще другой материальчик, но эти машины продаются здесь, потому что, обратите внимание, по каким дорогам ездит город Магнитогорск, поизумительным, так вот, эти машины здесь продаются, так вот, сам материал не для перекупов, оно, конечно, может быть, но не для меня, вот сколько человек падало от них, не с честь, бестов то, что на магнитной 111 снимают эту сущность, да, машины гораздо лучше, чем на рынке, и честно, такие агрегаты это большее украшение и часть нормального бытия, а не лазанья в кишках, оно все ломается, но эти в разы меньше, а удовольствия больше, потому что автомобили здесь любят, тотальный просмотр, тотальная работа для вашего удовольствия, и ваша машина в ваш путь, к слову, все понимают, что зачем платить много, в два или в три раза меньше оригинала, зачем тратить то деньги, а? Итак, какие они машины? А вот такие, к слову о том, что здесь нету ни сброса, пробега, потому что это запрещено в Российской Федерации, потому что эти машины ездили где? В городе Магнитогорске, а город Магнитогорск немножко так, чуть-чуть, самую малость поменялся, это был в одних местах, под названием СВО, я бы, конечно, хотел бы, чтобы лучше вот то, что в России произошло, потому что, ну, конечно, это красиво, то есть давайте все-таки определим, что город Магнитогорск, да, уже и окрестности, то есть ни сегодня, ни сейчас это дело-то случилось, уже ли 10 основные дороги между областными центрами, они вообще в идеальном состоянии, сейчас ездишь, понимаешь, что, блин, что-то случилось-то, что случилось-то, случилась событийность, очень, кстати, неплохая, и вот эти машины, они здесь есть, причем я вам говорю о тех машинах, которые, ну, в топе, потому что люди же хотят использовать полный привод, а чтобы, ну, поинтереснее-то было, никаких проблем, ценники, ценники, вот теперь про ценники, конечно, есть топ большой, но даже топ большой, он не стоит топа большого, который предлагается вам тут рядышком, ну, да ладно, а так машинки, ну, допустим, если мы будем говорить Ford Kuga, полный привод, естественно, дизель, механика, о, дизель, механика, причем это Ford, а дизель, механика Ford тоже неплохой вариант, так он стоит всего 1 миллион 188 тысяч рублей, это настоящий джип, на который вы можете ехать, или нормальный Kia, тоже отличный вариант, из той же чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть больше оперы. Ну, мы вернулись, даже в США мои любимые человеки понимают, что в автомобиле 5 колес, 4 основных и рулевое, все, что круче, вы по закону смотреть не можете, или свал куда-нибудь вам будет обеспечен, Это я про уникальность техники для понтов, хотя, по сути, все понты были еще в 2000-х годах, это мегамагнитолы. В данном случае надо в комфортных условиях переместиться из пункта А в пункт Б, и делать это неоднократно. Самая забавная уникальность Магнитогорска в том, что здесь не солят. Я не буду говорить про безумное качество дорог. Что же это такое, то одно, то другое, и машина ценой в миллион. Ну, чуть-чуть побольше, что за машина. Поставит новая машина под названием «Любимая моя машина». Пульнепробиваемая наша машина. Мягко говоря, одна из лучших машин в области джипов. Красивая Нивочка. Нормальная цена? Новая, новая, новая. Ну, это вот из размера того, что поинтереснее. Nissan Qashqai. Он уже немножко другой стал. Да-да-да-да. Так вот, сколько такой Nissan Qashqai здесь стоит? Ну, сколько он может здесь стоить? Один миллион пятьсот тридцать тысяч, ну, пятьсот восемьдесят три тысячи рублей. Есть другие конторы, знаете? Ну, у нас город всякий такой интересный, да-да-да-да. О, особенно интересный. Вы можете посмотреть новые машины. А потом, подумав и поняв, что, в принципе, зачем вам это дело переплачивать, потому что, как правило, здесь люди так же смотрят, так же смотрят, и вы не переплачиваете. Ага, клево, АТО, очень даже красиво. Вы покупаете настоящую качественную машину, которая спокойненько вас так же провезет. И все понты типа я круче соседа, они легко разваливаются, потому что здесь есть все машины, которые круче, чем у соседа. Но, к слову, о том, что вот нормальная машина, которая сделана в Америке, да, Kia Optima, вот она, вот она. Цена вопроса. Так вот, цена вопроса полтора миллиона рублей. А, не, вру, чуть-чуть подороже. Ну, накосячил я, конечно, но это же какая машина. Ну, какая это машина? Причем она, ее даже, ее там нашли и привезли. То есть даже ни сколов, ни царапин. Ну, хорошая машина, однозначно. Жесть. Я-то очень сомневаюсь в количестве пенсионеров, которые просто купили бы там машину с пробегом от 300 тысяч. Здесь таких пробегов нет. Все это легко проверяется. Эти автомобили созданы для поездок. В смысле, именно такие здесь есть. Они разбирайки. Пришел, увидел, заценил, поднялся на второй этаж, получил кредит. Благо тут все, еще раз говорю, все кредитные организации. И спокойненько уехал в какую дорожку. И фронта, в смысле ломания этого автомобиля, не будет вообще. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой. Это я про кого? Это я про тех, кто в свое время в различных местах покупал дивные автомобили из Германии. Дивные автомобили из Германии. Это два немецких автомобиля. Volkswagen Jet и Volkswagen Passat. Воло-поло. Почему я вам это объясняю? Потому что я в 2006 году как раз съездил в Германию. Я там сильно-сильно-сильно, я очень сильно хотел купить там машину. Я даже денег с собой взял. Но когда я был в Германии, я обратил внимание, что машины с пробегом менее 250 тысяч километров в нормальной ценовой категории, что можно было бы купить, нету. Есть машины, которые пробег 400 тысяч километров, и они как бы еще и дороже стоили, чем те мои денежки, которые я лично с собой забрал. То есть клево, да? То есть по дороге человек, которые покупали там машину, там приводили в порядок, а затем, или где-то, проезжав Польшу, а может быть в Прибалтику, четко-четко сматывали. Да, 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 да. И вот эти все такие конторы, которые ездили на 600-х Мерседесах, кабаренки, да, 140-й, они всегда не брали новые, естественно. Вот. Сколько эти перекупы зарабатывали? Да космос! Да космос! Нет, здесь таких перекупов нет. Здесь машины, которые ездили, которые красивые, которые симпатичные, которые... Да в которых вы можете спокойненько так же продолжать путешествие, но зная о том, что, во-первых, Магнитогорск, чем интересен? Чем Магнитогорск интересен даже той же... Европы, в которой так же люди солят дороги. То есть дороги здесь не солят. И вы эти машины покупаете здесь. Но если уж какие-то у вас возникают дивные проблемы, все проблемы здесь решаются, потому что мы работаем для вас. Бест авто на магнитной 111 работает только для вас. Так что мой вам вариант не прыгать, не думать, а прийти сюда и купить качественный вариант. Лучший подарок на Новый год. Очень хороший подарок. Я вам серьезно говорю. Вот я про новогоднюю тему и говорю. Это лучшая часть, знаковая часть, однозначно поощрительная часть. Результат вашей жизни. Не просто барахло, а машина. По честности, умение получить настоящий кайф от машины, и это не телевизор и не кольцо. По сути, смысл наш, как и ваш, в лучшем отношении. И оно вам дается в бест авто, на магнитной 111. Это лучшая часть нашей жизни. И она есть. И это можно сделать постоянно, сдав лучшее, купив здесь новинку. Тут же мы во вращении, а оно здесь на лицо. Сейчас немножко расскажу. Как бы вам сказать, вы смотрите на человека, у которого, крепитесь, держитесь, 11 машин. Я их очень сильно люблю, и большая часть уже скоро-скоро перелетит в раритет, а там ценнички тоже приподнимутся. То есть понятно, да? То есть я не просто фраер ушастый, дорогие мои. Я очень хорошо разбираюсь, очень знаю, и пройдет совсем немного времени, когда я свои машины буду красить. Я это делать-то умею. Уж поверьте мне. И буду ремонтировать коробки, потому что я знаю, как это делается. Но вы также можете этим заниматься, как и я. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Потому что лучший вариант при качественной покупке на Новый год я бы все-таки рекомендовал машину. Она может поработать. Но даже в случае того, что машина вам немножко подустала, ну, в смысле, вы хотите взять чуть-чуть новинки, вы спокойненько приезжаете сюда, в магнитную 111, у вас ее забирают, вы чуть-чуть доплачиваете. В принципе, доплата здесь абсолютно несложная структура. Тут есть все возможные формулировки кредитных историй от различных банков. Они здесь есть все в одном месте. Вы спокойненько поднимаетесь на второй этаж и берете себе кредит. Ну, бывает, что не у каждого все настолько красиво и ровно. Но ваша семья, вы же на машину-то берете для семьи. То есть всегда есть возможность получить грамоты, качественный кредит. И, в принципе, давайте все-таки определимся. Сколько сейчас стоят дома, квартиры? Я так понимаю, однокомнатная уже в районе трех миллиончиков. А здесь машина дешевле. То есть мы не будем говорить, что вы покупаете машины здесь по цене даже однокомнатной квартиры, потому что этого нет в природе своей. Нет, есть другие варианты. Просто выйдите отсюда, вот тут прямо рядышком, посмотрите, какие другие цены. У нас здесь то же самое, что может так же для вас послужить, дать вам радость, ощущение бытия. И это будет стоить не таких космических денег. Уж поверьте мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова